Снег сошел, растения просыпаются, можно заняться клубникой. Сначала убираем старые листья по шелготному мульчу, потому что в них могут оставаться вредители и возбудители различных заболеваний. Также убираем лишние усы. Без этой подготовки подкормка будет бессмысленна. Итак, наша грядка готова. Мы убрали лишние усы, немножко взрыхлили почву вокруг, прикрыли те корни, которые оголились. Что же нужно весной в клубнике? Нужны азот для наращивания зеленой массы, фосфор для развития корней, а также калий для бутонизации и образования завязей. Кроме того, микроэлементы. Магний и бор. Магний поможет укрепить иммунитет растений против болезней и непогоды. Бор необходим для плодообразования. Конечно, мы можем вносить все эти элементы питания по отдельности, но у нас есть решение лучше. Комплексное органоминеральное удобрение. Огородник, который содержит все необходимые элементы питания в одной упаковке. Микроэлементы содержатся вот в таких гранулах. Они работают в течение 6 месяцев, постепенно отдавая элементы питания растениям. Снова у них конский и куриный помет. Это дополнительный источник питания не только для растений, но и для почвенной микрофлоры, которые помогают растениям лучше усваивать питательные вещества из почвы, увлекать дождевых червей, что также улучшает качество грунта. Конский компост обладает уникальной способностью делать тяжелые почвы более рыхлыми, а песчаные более питательными и влагоемкими. Состав удобрения усилен гуматами. Это природные стимуляторы роста. Давайте подкормим клубнику. Ножка прорыхлили. Осталось наше растение полить, чтобы удобрения лучше усвоились. И готово! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok